Накануне в прямом эфире наш телеканал показывал программу «Актуальное интервью». Ее гостем должна была стать мэр города Татьяна Федорова. Но ввиду своей занятости она не смогла прийти к нам в студию. Однако моя коллега Мария Владимирова провести программу решила без нее. За полчаса вещания в эфир от населения региона поступило около 10 звонков. В основном задавали вопросы, которые были адресованы как раз-таки главе столицы Заполярья. Один из них задали жители авиаторов 12. Проблема серьезная. Только представьте, в доме не вычищали выгребную яму несколько лет. Запах в квартирах просто невыносимый. Олег Танзейский подметил, жаль, что эти ароматы не передать через телевизор. Коммунальщикам было бы очень кстати их прочувствовать. Вот это еще зима только идет, как говорится. Вот это вот второй этаж, да? Да, второй этаж. Уже все забито. На уровне пола. Показывать такое, конечно, неприлично, но уж лучше, чем видеть все это вживую. Да еще и ощущать соответствующие ароматы. Врагу не пожелаешь. А вот жители авиаторов 12 живут так несколько лет. И хотя сами местные, кажется, уже привыкли, то перед людьми, которые приходят в гости, все равно становится стыдно. Очень стыдно перед людьми. Думают, мол, что это я до того довел, что ли, получается. Ну так каждый год, да, по сути? Да уже ходит, каждый год лет пять уже такое состояние. И управляющая компания совершенно не реагирует? Не, че я, правильно? Денежка идет, они святут и пахнут. Они святут, а мы пахли. Правильно? Сами люди уже и не помнят, сколько именно лет управляющая компания не вычищала выгребные ямы. Все нечистоты хранятся под домом. Из-за этого заметно покосился фундамент, полы буквально провалились, а с наступлением теплых дней по стенам стекает содержимое туалетов. Для местных такая картина теперь вполне привычная. Так все, под дом текет, под дом. Потому что яма-то полная, а на улице не вытекает. Квадр выходит все, под дом. Потому что ниже квартиры дышать невозможно. Всю зиму сидим с форточками открытыми. Задыхаемся. В доме все чаще стали поговорить о коллективной закупке противогазов. Шутят, конечно, но без улыбок на лице. Впрочем, еще бы. Из-за того, что под ветхим строением образовалось болото из нечистот, здание теперь медленно, но верно идет на дно. Вот последствия. Это какой-то парадокс. Если посмотреть внимательно, то за последние несколько лет дверь значительно уменьшилась. Здесь минус 2 сантиметра, здесь минус 1. Дверная коробка садится, поэтому этой меры не избежать. Хозяин квартиры шутит. Через несколько лет дверь и вовсе можно будет подпиливать. Сантиметров так, на 10. Витхое здание 73-го года постройки обслуживает управляющая компания служба заказчиков. Правда, скорее обслуживает только под документом. На деле полное бездействие. На жалобы жильцов и у коммунальщиков ответ всегда один. Приедем, почистим. Едут уже несколько лет. Однако нам, в управляющей компании, заявили сразу. Предприятие обанкротилось и денег на обслуживание дома больше нет. Ну, в управляющую компанию куда-нибудь переходить. Потому что денег не выделяют. Я вот сначала думал людей нанять. Но это денег очень как бы около 40 тысяч, наверное, на чистку. Впрочем, за оправдание не годится. Служба заказчиков, несмотря на трудные финансовые времена, обязана найти средства и выполнить свою же работу. Вычистить выгребные ямы. Пока они обслуживают дом, они обязаны исполнять эти обязательства. Они должны в соответствии с законом исполнять свои обязательства до окончания договора. Потому что иначе я могу взять денег и там через неделю обанкротиться. Это не означает, что я не исполню свои обязательства и обязанности. Если же коммунальщики и дальше будут бездействовать обитателям дома, следует написать коллективное заявление в жилищную инспекцию. Тогда управляющую компанию обязуют выполнить необходимые работы. Ведь люди, к слову, в казну службы заказчиков исправно. Каждый месяц вносят коммунальные платежи. Как-то несправедливо. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов. Телеканал Север.